Всем привет, дорогие друзья! С вами Локи. Наступило воскресенье, а значит у нас очередной воскресный подкаст на канале. Поговорим с вами о новостях, о планах канала на будущее и о том, что сейчас есть. И первая животрепещущая тема подкаста это будет, конечно же, Watch Dogs. Watch Dogs, который эту неделю на канале шел по 3-4 серии в день и практически кроме него, да не практически кроме него, кроме двух серий FIFA на канале ничего не выходило. И многих людей это повергло в какой-то шок, много каких-то негативных отзывов появилось. Я не знаю, ребят, серьезно. Сначала эту игру много народу ждало, реально много, я тоже ее ждал. Потом многие люди мне писали в личные сообщения на канале, спрашивали, будешь ли ты проходить эту игру, круто, круто. Как она только вышла, понимаете, все-все знакомые мне летсплейщики начали писать эту игру и появилась конкуренция. Конкуренция о том, чтобы на каждом канале начало выходить очень много серий. Да, людям, которым не нравится эта игра, они сразу начали агриться и говорить, мол, да вот, нафига ты это снимаешь, снимаешь что-нибудь другое. Лично мне, друзья, ребят, друзья, ребят, лично мне, ребята, понравилась эта игра. Да, и я почти-почти ее прошел, так что я думаю, сегодня, завтра и, возможно, послезавтра, вот последние дни, когда она выходит. Для чего, почему и для чего это было сделано? Помимо того, чтобы подпитывать интерес тех, кому она нравится и привлекать новых зрителей этой игрой, было сделано так много серий. Во-вторых, эта игра реально мне понравилась своей, вот, наверное, фишкой взломов. И пускай, да, вот эти побочные задания, которые там есть, они однотипные, пускай сюжет такой, ну, скажем так, не особо закрученный, но все равно при этом очень интересные задания, мне нравятся. И эту игру не стоит сравнивать с GTA. Да, эту игру вот я лично ставлю на полочку, наверное, к Saints Row, Driver 3, Driver параллельной линии, Willi Man с Вин Дизелем. То есть, вот эта игра, наверное, ближе к этому ряду. Даже вот, если взять Sleeping Dogs, то Sleeping Dogs примерно, наверное, между Watch Dogs и GTA 5. То есть, он тоже на какой-то третьей полочке, а их тоже... Это все игры каких-то разных жанров. Пускай, да, у них открытый мир, пускай у них есть возможность ездить на транспорте. Но при этом всем игры очень различаются, и сравнивать их лично, на мой взгляд, просто глупо. Тут уж каждый выбирает для себя сам. Будет он ее проходить, будет он ее смотреть, либо он вообще категорически отказывается от этой игры, и она ему просто напрочь не нравится. Поначалу, да, я сначала разочаровался, какой игрой получилась, какая игра получилась на выходе. Но, поиграв в нее, я понял, что эту игру стоит пройти хотя бы один раз для тех, кто ценит игры. Это, знаете, вот примерно для меня как Assassin's Creed. То есть, мне нравится Assassin's Creed, я проходил игры, но перепроходить у меня желания, например, нет. То есть, я уже знаю, что там, и как-то перепроходить, вот разве что, может быть, вторую часть, она реально меня зацепила. А так вот, эта игра, по мне, это просто прошел. Да, игра хороша, но перепроходить ее желание не появится. Так вот, и для чего же, для чего же это было сделано, что так много серий выходило? Это было сделано, ребята, для того, что... Наверное, знаете, тут как бы второй и третий пункт нашего подкаста, они сейчас пересекутся, и я буду просто рассказывать, вот, как у меня это в голове. Вернулся мой друг Тони, мой друг и товарищ Тони, после долгого перерыва он начал выкладывать видео, пускай не так интенсивно, как раньше, но он сейчас входит в такой ритм, так скажем, рабочий. Я надеюсь, что он вернется в полном режиме своем, будет записывать, как и раньше. И для чего Watch Dogs так резво вышел на канале? Потому что, друзья, сейчас я хочу освободить, так скажем, в расписании место для кооперативных игр. Это будет и возвращение DayZ, уже есть планы. Это будет и, возможно, Arma, возможно, там, я не знаю, Counter-Strike, Insurgents. В общем, много-много разных планов у нас есть в Тони. Которые, вот, мы будем реализовывать, мы уже обговаривали это все. Пока-пока по времени, друзья, я не могу сказать, когда это будет, но то, что это будет, это точно. Вот, по крайней мере, в DayZ мы вернемся вдвоем, я думаю. Также, что там еще было из игр, я уже сейчас даже не вспомню, что мы хотели с ним затронуть. Ну, в общем, много разных проектов интересных, в которые мы обязательно... GTA Online, возможно, тоже будет, которые много просили. Так что, ребят, именно для этого сейчас вот выходят последние дни Watch Dogs до конца. GTA также будет до... Выходят на канале это GTA и Dark Souls 2. Там в GTA осталось уже буквально... Вот сегодня, друзья, выйдет серия. Одна GTA и, я думаю, во вторник, может быть, или там... В среду, скорее всего, скорее всего, в среду, уже в Watch Dogs, да, выкладываю, в среду выйдет уже две финальные серии со всеми концовками игры. Вот. И на этом пока с GTA-компанией сюжетной линии мы пока остановимся, сделаем небольшой перерыв. Вот. В Dark Souls там осталось... Ну, не так много. Там серий 5, 6, может быть, тоже. То есть, уже вот-вот закончится. И, собственно, вот эти вот прохождения у нас на канале пройдены будут. Об этом я, наверное, уже поговорю в следующем подкасте. О том, что... Какие впечатления оставили эти игры после прохождения. Ну, а сейчас давайте поговорим дальше. Это The Forest. Вышла игра The Forest. Игра выживания. Пока что она сделана в альфа-версии. Ранний доступ, одиночная игра. Я ее уже приобрел в Steam. Тоже, друзья, тоже... Как появится свободное пространство на канале, как закончится Watch Dogs, я буду потихонечку пытаться снимать The Forest. Игра интересная, много возможностей, обновления будут. Тоже будем смотреть и пробовать. Потому что игра действительно цепляет. Также, наверное, друзья, в следующем месяце я куплю себе, наверное, новый процессор. i7. И игры будут идти в более лучшем качестве. Я думаю, что подлаги более-менее спадут. Плюс потом еще докуплю себе видеокарту помощнее, оперативки. И буду улучшать качество самой производительности игры. Возможно, и DayZ будет идти постабильнее именно при записи. Я не знаю, многие там говорят, мол, вот, там даже на самых мощных компах она не идет. Не знаю, ребят, у меня компьютер двухлетней давности. И у меня без записи DayZ идет идеально. Он выдает спокойно 60 фпс. Да, они немножко углубают, проседают, но это незаметно. И если есть руки, и можно подстроить игру, если вы не просто так вот включили, она, ой, у меня лагает, и все. Куча настроек, можно все подстроить и прекрасно играть. И я лично не знаю, как можно на мощном компьютере не настроить нормальную игру и говорить, типа, да, она сырая. Ну, почему тогда у меня на довольно слабом компе она идет более-менее нормально без записи? Вот. Это что касается DayZ. Также, ребята, я хотел поговорить с вами о том, что в последнее время появилось очень много неадекватных людей, которые считают, что написать комментарий с матом, это как-то там, я не знаю, сразу в глазах других людей вы подниметесь, или начинают писать, мол, пытаться вывести меня на какие-то, я не знаю, оскорбления или что-то. Ребят, я прекрасно знаю мат, кучу мата, и если я в прохождениях не матерюсь, это не значит, что я не умею материться. Просто мы живем как-то в обществе, и это общество, по идее, на мой взгляд, должно быть адекватным. А когда, я не знаю, ну вот сейчас я просто процитирую, как человек заходит и пишет мне, эй, да ты, сука, тупая, что ты делаешь, дебил, ты играть там не умеешь. Ну, если у вас настолько негатив какой-то в мою сторону, там, я не знаю, или просто у вас какая-то зависть, что у вас там три подписчика, ребят, проходите мимо и все. Это не у меня подгорает пукан по поводу того, что там, я не знаю, я сделал серию такой-то, а не такой-то, я вот играю в футбол так-то, а не так-то, как вы. Я в любую игру играю, друзья, не так, как вы. Я играю так, как играю я. И есть люди, которые могут согласиться с этим, есть люди, которые могут нейтрально к этому отнестись, и есть люди, которые негативно относятся. Но мне непонятен тот факт, как бы, что именно люди вот с такой агрессией, как бы, что не то, что там просто, к примеру, да, я могу согласиться, например, с мнением человека, если ему не понравилось. Но когда этот негатив тупо, вот реально, как будто человека в детстве головой роняли об пол, и у него такое, не знаю, презрение ко мне, как будто я ему, не знаю, денег задолжал, или там я ему жизнь испортил, а просто сторонний человек заходит и начинает... Да даже есть и несторонние люди, которые тоже странным образом подписаны на мой канал, ты заходишь, и действительно, они есть в подписках, но ведут они себя дико неадекватно, и у меня складывается вообще вопрос, что ты тут делаешь-то? Подпишись и иди смотри, я не знаю, там, Гагатуна, Брейна, кого угодно, где куча мата на канале, и... Я не знаю, просто вот какие-то неадекватности, может, там, Мэдисона пересмотрел, или Хованского, я не знаю, ну, кого угодно. У меня, друзья, я специально делаю прохождение без мата, без каких-то, я не знаю, оров и криков, вот мне нравится вести именно прохождение так. Если вам не нравится, ищите, значит, тех, кто вам понравится. Я же вас не заставляю, не принуждаю смотреть. Ну, не нравится, хорошо. А просто вот эти вот негативности... Я просто, ребят, к чему это говорю, то что все комментарии, они модерируются, если вы думаете, что вы где-то там написали, это никто не увидит, и... Типа вы там такой, о-ло-ло, я обосрал автора канала. Я в баню сразу таких людей, мне будет все равно подписан, он не подписан, смотрит, не смотрит. Есть правила канала и группы, вести себя адекватно как к автору канала, так и к зрителям канала другим. И... Я прошу вас, ребят, вот те, кто смотрит меня, действительно, старайтесь свои мысли, даже если какие-то, я не знаю, там, критику какую-то, старайтесь ее писать более грамотно, а не куча мата. Кроме бана вы ничего не сработаете. Я даже на такие сообщения стараюсь просто не отвечать и сразу баню и удаляю, потому что если человек неадекватный, я не вижу смысла с ним вообще вступать в какой-то диалог. И вот из этого всего, друзья, мы так плавненько еще перешли то, что будет на канале. Ну, как я уже говорил, возвращение кооперативов The Forest. И, ребят, возможно, возможно, я посмотрю, насколько мне понравится игра выходит в ближайшие дни. Это Murdered. Довольно интересная игра про то, как парня детектива убили, и он воплощается в своем духе и будет расследовать, так скажем, свое же убийство, как я понимаю. Так что будем, посмотрим. Я думаю, сделаю первый взгляд, ну а там уже все будет зависеть от ваших отзывов. Стоит проходить игру, не стоит. Но я думаю, в любом случае, вы меня поддержите, и мы вместе с вами будем двигаться дальше. И также не так давно, друзья, у нас было 28 тысяч подписчиков на канале. Это очень здорово. В группе мы перешли рубеж в 3000 подписчиков. Это все очень круто, друзья. Спасибо вам огромное. Это действительно большая-большая поддержка для меня. И спасибо за то, что вот действительно вы со мной. Мы стали одним таким большим дружным коллективом. Будет много еще различных видео. И как обычно, я все одно и то же вам говорю, друзья. А, и также хотел сказать, что возможно, FIFA карьера за игрока, я, к сожалению, ту карьеру, которая у меня была, я стер сохранение. Но я подумываю сделать карьеру именно за себя. Я сделал через Game Face свое лицо на футболисте. И будет карьера в Зените за игрока. Я тоже надеюсь, что местечко найдется для этого. Так что, ребят, подписывайтесь, комментируйте, ставьте побольше своих пальцев вверх. Это мотивирует на еще больше видео для вас. И, собственно, для меня большая мотивация. Всем спасибо. С вами был Локи. Мы еще увидимся. Пока-пока.